Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и таки дождались мы с вами глобальных версий Redmi Note 12 серии и уже сейчас они вовсю продаются у нас в местных магазинах, а значит самое время промыть им косточки и узнать на что же они действительно способны. Младшего Redmi Note 12 мы уже с вами разобрали буквально пару дней назад, а теперь собственно пришло время старшего, топовый камерафон из доступного ценового сегмента, бросивший вызов флагманам, встречаем Redmi Note 12 Pro Plus. Что ж, звучит громко, но вот как оно на практике, сейчас мы с вами и узнаем. Смартфон у меня на руках уже больше недели, так что постарался поконять его и в хвост и в гриву и сейчас буду делиться с вами своими впечатлениями. Попутно всегда спешу сообщить, что приобрести новых братьев Redmi Note 12 можно по вполне привлекательной цене в магазине МТС, тем более с 6 по 23 апреля вместе с этими красавцами можно получить совершенно бесплатно любой из двух подарков, а именно Xiaomi Smart Band 7 поколения или не менее крутые наушники Redmi Buds 4. Тут уже как говорится кому что больше по душе, но при любом раскладе это крайне годный подгон, так что если вам приглянулись новинки Redmi Note 12 серии, переходим по ссылочке в описании, добавляем их в корзину, затем в специальном поле выбираем подарок, скидка применится автоматически. Ну а дальше оплачиваем и ожидаем новинку в любом ближайшем к вам офисе продаж или можно выбрать например доставку курьером. Напомню акция действует до 23 апреля, так что лучше поспешить, все ссылочки повторюсь я оставил в описании под этим видео. Возвращаемся к нашему сегодняшнему герою, как говорится встречают по одежке, поэтому мимо дизайна сборки материалов корпуса стороной мы обходить точно не будем. Что ж, в целом внешний вид у смартфона действительно приятный, я бы даже сказал с ноткой фирменного семейного стиля, все двенашки выглядят похожими друг на друга в общих чертах, а вот в деталях разница конечно же есть. Так вот 12 Pro Plus выделяется конечно же довольно крупным глазком основной камеры с брутальной надписью 200 мегапикселей и по сути это одно из самых доступных решений с этим монструозным сенсором и о нем более подробно мы поговорим немного позже. Смартфончик приятный, выглядит по взрослому, да и к сборке особо не придерешься, нет конечно премиальных материалов корпуса, но большинство пользователей оденет на смартфон чехол и даже не будет об этом задумываться. Тем более повторюсь, смартфон собран действительно неплохо, да и в руке лежит уверенно и не ощущается легкой погремушкой. Вес смартфона составляет 210 грамм, а толщина корпуса 8,9 миллиметра. Далее мы конечно же встречаемся с еще одним приятным моментом, а именно с экраном. Redmi Note 12 Pro Plus получил довольно крупный на 6,67 дюйма шустрый AMOLED дисплей с разрешением Full HD Plus и частотой обновления в 120 Гц. Тут же подмечу, что с довольно неплохой пиковой яркостью, которая позволяет изображению на дисплее остаться читаемым и различимым даже под прямыми солнечными лучами. В целом экранчик приятный и положительно немного отличается от того, что мы видели в предшествующих моделях по восприятию, но при этом сохранил вполне комфортные габариты для удобного использования одной рукой, хотя как говорится у всех руки разные. Лично для меня 6,67 дюйма это самый оптимальный вариант. Ах да, что по комплекту поставки спросите вы, тут однозначно зачет, особенно если вспомнить конкурентов, но не буду кидать камни в огород конкретных моделей, но вот Redmi Note 12 Pro Plus прям из коробки может похвастаться блоком быстрой зарядки на 120 Вт. Вот такая вот приличная вещица. Также в комплекте есть USB-C кабель, фирменный защитный чехол, а защитная пленка уже поклеена на дисплей смартфона прямиком с завода, а где-то все это придется покупать по отдельности. Управляется новенький Redmi Note 12 Pro Plus на базе свежего, 13-го андроида и фирменной оболочки MIUI 14-й версии. Если подытожить, то это максимально актуальная версия прошивки на сегодняшний день. В целом, большого внимания на ней мы заострять не будем, так по сути мы уже давно детально и тщательно разбирали на примере многих других последних новинок от компании Xiaomi. Скажу лишь, что в целом выглядит она действительно приятно, имеет большие возможности кастомизации интерфейса, а главное, работает плавно и вполне шустро. Опять же, с учетом того, что Redmi Note 12 Pro Plus не какая-то прям супер топовая модель. Претензий у меня за время эксплуатации не возникло. Сканер отпечатков пальцев, кстати, находится на кнопке включения, и как по мне, это даже лучше подэкранного, что ставят в этом ценовом сегменте. Но, во всяком случае, он работает довольно хорошо и распознает хозяина не с десятой попытки, а ошибок по минимуму. Я бы даже сказал, его можно сравнить по скорости работы с подэкранными сканерами из флагманского сегмента. Ну и расположение сбоку для меня как-то больше по душе. Кстати, также есть и разблокировка по лицу. Что касается производительности, то тут, ребят, Redmi Note 12 Pro Plus тоже в целом не подвел. Под капотом новинки находится свежий восьмиядерный 64-битный шестинометровый чип от компании Mediatek, а именно MTK Dimensity 1085G, ядра которого работают на максимальной частоте в 2,6 ГГц. За график отвечает Mali-G68MC4, объём же оперативной памяти равен 8 ГБ. Да, и там тут используется память современная LPDDR5. Что касается сухой синтетики, то по производительности наш герой очень близок к решениям на Snapdragon 778G. И в Antutu 9 версии аппарат набирает около 530 тысяч очков, что уже говорит нам, что для любых повседневных задач этого железа хватит просто за глаза. Скроллинг крупных интернет-сайтов, социальные сети, просмотр видео на YouTube не испытывают затруднений и просадок по FPS. Что касается современных ресурсоёмких игр, то и тут всё в целом стабильно. Смартфон не позиционирует себя к топовое игровое решение, но и поиграть тут тоже можно, и вполне успешно в большинстве игр на высоких настройках графики. Кстати, такие популярные игры, как например Standoff 2, без проблем идут на максимальных настройках сглаживанием и в 120 FPS с минимальными просадками. Что до PUBG New State, то и тут в целом всё тоже играбельно. Однако, я как всегда рекомендую выставлять низкие настройки графики в данной игре для большей стабильности, и тогда снова можно будет оценить высокую герцовочку. Геншик ставим на средние, в танке можно поиграть уже кстати на максималочках, но сглаживание лучше отключить, ну и так далее. То есть, в целом ситуация довольно близкая, к тому же Snapdragon 778G. Следующий пункт это конечно же камеры. Новинка получила фронталочку прямиком в дисплее, сверху по центру на 16 мегапикселей. Она позволяет делать вполне себе неплохие снимки, но тут без фотооткровений, всё в рамках бюджета. А вот основная получила главный сенсор на 200 мегапикселей от компании Samsung. Это обновлённый сенсор из Acel HPX. Кроме того, тут есть ещё и ширик на 8 мегапикселей и макросенсор на 2. В целом наборчик вполне неплохой. Если с остальными камерами мы уже встречались на многих Redmi, то вот 200 мегапиксельный датчик это прям заявочка на топ. Что ж, на практике смартфон действительно порадовал, что немаловажно, тут есть и оптическая система стабилизации и со своей задачей она справляется неплохо, компенсируя тряску рук во время ходьбы. Что по интерфейсу самого приложения камеры, то тут нам опять же всё до боли знакомо и интуитивно понятно. Активация максимального количества мегапикселей осуществляется в 3 шага. Первый это классические 12 мегапикселей, их лучше использовать в условиях с недостаточным освещением. Далее идёт режим 50 мегапикселей и самый смак 200 мегапикселей. Да, спору нет, не в мегапикселях счастье, но всё же если вы делаете больше половины своих снимков днём, ещё и при хорошей погоде, то детализация снимков будет действительно лучшая в классе. Это отчётливо видно при сильном приближении, а при 200 мегапикселях это делать можно куда сильнее. В общем по камерам зачёт. Возможно в некоторых моментах она уступит топам, но за свой прайс вполне себе неплохо. Ну а сейчас предлагаю знакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных по помощи нашего сегодняшнего героя. Тест записи видеокамеры смартфона Redmi Note 12 Pro Plus. Запись ведётся в максимальном 4К разрешении, это 4К 30 кадров в секунду. Используется максимальной настройки для видеосъёмки. И вот такая картинка, ребят, у нас в целом получается. Опять же идём обычным прогулочным шагом. Неких гимбалов, стедикамов не используется. В смартфоне есть система стабилизации. И в принципе она довольно неплохо работает. Так, что ещё хочу подметить, то что для 4К качество вполне себе неплохое. И давайте ещё обкатаем систему автоматической фокусировки на макро. Посмотрим как смартфон справляется с этой задачей. А ну-ка. Так, теперь уходим на горизонт. Ещё раз в макро. И ещё раз на горизонт. Ну а сейчас, ребят, мы переключились уже на ультраширокий угол. Тут максимальное качество записи видео уже Full HD 30 кадров в секунду. Опять же, у нас есть система стабилизации. Так что для ширика качество вполне себе неплохое. Идём. Гуляем. Смартфон держу на вытянутой руке для усложнения задачи. И вот такая картинка у нас получается уже на ширик. Ещё раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записи её уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. Тут получается поснимать в Full HD либо 30, либо 60 кадров в секунду. Но самое главное, система стабилизации. Так что, в принципе, всё окей. Где-то что-то подснять можно. Какие-то не супер требовательные блоги, влоги. Ну и для скайпа, ватсапа и тому подобного. Я думаю, камера фронтальная вполне себе сгодится. И вот так у нас снимает передняя камера Redmi Note 12 Pro+. Ну и, конечно же, автономность. Баночка в Redmi Note 12 Pro Plus используется на 5000 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. И, как я уже сказал, она идёт прямиком в комплекте. В целом, держит смартфон крайне неплохо. На день даже при моей самой активной эксплуатации использования в тестах смартфона хватало. На ночь ставить на подзарядку я не видел большого смысла. Так, от 0 до 100% смартфон от родной зарядки заряжается всего за 20 минут. Что ж, ребят, если подводить общие итоги, то могу сказать, что Redmi Note 12 Pro Plus действительно флагман линейки Redmi Note 12. С хорошей производительностью, отличной камерой, вполне приятной автономностью и солидной внешкой. Эдакий баланс для тех, кто хочет получить флагманские фишки без излишеств по разумной цене. Не спорю, аппарат, возможно, не идеален, но он приятный. Но покупать ли новый Redmi Note 12 Pro Plus или же нет, решайте, конечно же, в первую очередь вам. Все ссылочки оставил в описании под этим видео. На этом, думаю, всё. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку видео, лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok